Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас, и вы на канале, где мы обсуждаем иностранные языки, культуру, Нью-Йорк, билингвизм, интернациональные отношения и многое другое. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Сегодня в этом видео я решила поговорить с вами о латиноамериканцах. Дело в том, что мой муж латиноамериканец, он из Перу, и большинство круг нашего общения складывается таким образом, несмотря на то, что мы живем в городе Нью-Йорке, что в основном это латиноамериканцы, не только перуанцы, а в целом из всей Латинской Америки, поэтому у меня есть очень достаточно четкое представление о том, кто это такие люди, и что они делают по-другому, что нам, людям с русским менталитетом, кажется интересным и, возможно, даже иногда странным. Во-первых, в Латинской Америке люди не представляют своей жизни без музыки и танцев. Когда вы идете на любую вечеринку, то танцы и музыка это неотъемлемая часть любой вечеринки. Кто живет в Америке, скорее всего, видели, когда они выезжают, они, я говорю латиноамериканцы, выезжают на природу, они обязательно с собой возьмут спикер. Это просто немыслимо, что они выйдут на улицу, сделают какой-то барбекю, и там не будет звучать их музыка. Их музыка очень задорная, и, конечно же, сразу, когда ты слышишь этот ритм, то твое все тело начинает пускаться в пляс. Я думаю, что латиноамериканский ритм у них где-то уже течет в поджилах. Дело в том, что дети с раннего возраста видят, как мамы и папы, дяди и тети, бабушки и дедушки танцуют. И, конечно же, дети уже с раннего возраста входят, выливаются в эту культуру. Но мне кажется, что это настолько здорово, это настолько заводит, что я очень рада, что мои дети взяли это от моего мужа. Следующий пункт религиозности. Достаточно серьезный пункт, но мне кажется, обязательно нужно его обсудить и включить в это видео, потому что католическая религия, она настолько сопряжена с менталитетом всей Латинской Америки, что просто без нее никуда. У нас есть религиозные люди, члены семьи в семье моего мужа, но мы, наша маленькая семья, я не могу сказать, что мы религиозные, но все же мы чтем некоторые традиции, просто потому, что муж в этих традициях вырос, и ему бы хотелось это сохранить. И я думаю, что это достаточно здоровая традиция. Например, когда мы садимся за стол, мы обязательно начинаем свой ритуал поедания еды с молитв. Мой муж, либо я, либо моя старшая дочь, маленькая, еще пока не может, говорит о том, что спасибо, Господи Боже, за эту еду, спасибо за то, что мы все вместе собрались, я так рада, что у меня есть мама и папа, она обычно говорит, что я так рада, что у меня есть игрушки. Это на самом деле настолько, не знаю, такой интимный момент, когда ты чувствуешь и слышишь ребенка, что у него на уме, что действительно для него важно, что бы он хотел тебе сказать. Мне показалось, что этот ритуал очень интересным, и мы даже его перенесли в нашу русскую семью, когда я летала в Россию, и всем очень сильно понравилось. Второе, что касается из религиозного воскресенья, для большинства людей Ладинской Америки, это святой день, когда ты ходишь в церковь. Мы не ходим в воскресенье в церковь, но мы всегда проводим его с семьей. И очень часто мы собираемся с семьей у нас дома именно в воскресенье. Я видела, что другие семьи, например, ходят вместе в рестораны. То есть воскресенье это очень такой семейный день, и его чтят. Если, допустим, у евреев это пятница вечер и суббота, то у латиноамериканцев однозначно это воскресенье. Вообще хочется сказать, что латиноамериканцы, они в целом религиозные люди, очень много религиозных людей. Да, католики знают о том, что грешно, но как-то их это не очень сильно останавливает, в общем-то, в действии. Да, они потомкаются, но, в общем, делают. Поэтому назвать эту расу внешне религиозной я 100% могу. То есть они там все это росарио, молятся. Росарио это, возможно, вы знаете, такие как бусинки, да, перебирают и просят прощения, да. Внешне какие-то такие составляющие, кресты они носят, ходят, в принципе, они в церковь. Вот не все, но большинство людей. Но вот глубина, наверное, религиозными, я бы сказала, что это осталось немножко позади. Хотя я считаю, что они гораздо более религиозные, чем большинство стран СНГ. Теперь давайте поговорим о еде. Ну, во-первых, что бросается сразу в глаза, когда ты начинаешь общаться с латиноамериканцами, что момент, когда мы кушаем хлеб, они всегда заменяют его на рис. Рис это огромная составляющая латиноамериканской кухни. Рис едят на обед, завтрак, ужин и в перерывах. Рис, он повсюду, они не мыслят в своей жизни без риса. Это именно белый рис, не полезный. Но все же для них это очень важная составляющая. Еще что бросается в глаза, когда латиноамериканцы кушают, они всегда используют оба прибора, то есть вилку и ложку. Если в России, я не знаю, возможно только в моей семье, дайте, пожалуйста, знать в комментариях, если ваши точно так же, то мы в России в основном всегда просто пользовались вилкой и кусочком хлеба помогали. Когда я, помню, пришла с Чамару первый раз в ресторан, я видела, как он орудует, просто мастерски, просто как волшебник. Это вилка и ножом. Мне было так неудобно, потому что я девушка, я должна знать правила этикета, и мне было, в общем-то, очень неудобно, но я научилась. А другое очень интересное наблюдение о том, что латиноамериканцы, они в основном кушают на улице, они не всегда, вот знаете, как в России обязательно ты кушаешь дома. Сейчас я понимаю, что это немножко уже уходит, но в Латинской Америке настолько распространено кушать на улице, в ресторане, в столовке, где-то еще вне дома, то есть если у вас нет чего-то покушать, ты идешь, заказываешь, идешь в столовую, то есть настолько к этому просто относятся, в то время как в России люди напряжены, что им постоянно нужно готовить. Другой интересный факт, во всяком случае в Перу, не знаю, как в других странах, у них не принято готовить ужин. Ужин, как правило, в Перу, это кофе с какими-то булочками, это называется лонче, даже не ужин, вот, и они никогда не готовят вторую еду. Как рассказывает мой муж, то, что обычно они готовят обед, обед очень большой, вообще у них самый большой это завтрак, потом большой обед, а вот уже ужин, ты как бы доедаешь остатки того, что ты надоел целый день. Чем мне понравилось это правило? Потому что, вы знаете, мне не нужно готовить ужин, это же классно, и мне на самом деле это настолько облегчает жизнь, поэтому, если вы сможете договориться со своим мужем, возьмите это себе, возможно, в ритуалы вашей семьи. Следующий пункт, хозяйственность и вообще все, что связано с домом и бытом. В целом, латиноамериканцы, они не очень хозяйственные. Почему? Дело в том, что в Латинской Америке очень просто иметь дома человека, который тебя будет готовить, который будет убираться, и который будет тебе стирать прачка. Например, мой муж, у него дома всегда были эти четыре, даже у него было человека, люди, которые готовят, которые убираются, которые прачка стирает одежду, и еще были нянечки. То есть, четыре человека, которые работают на твой дом, плюс приходят еще садовники, и казалось бы, ты должен обладать миллионами и миллионами, чтобы содержать всю эту команду домашнего быта. Но у моего мужа, например, мама была учительницей младших классов, а папа ветеринар. Да, они люди с образованием, безусловно, это люди с средним достатком, может быть, даже чуть выше, но в целом люди среднего достатка в Перу могут себе позволить полный комплект вот такой помощи в домашнем быту. Также интересный факт, когда ты заходишь в квартиру или в дом в Латинской Америке, всегда есть комната для прислуги. И для меня лично это было таким очень интересным и немножко шокирующим фактом. Любая, любая квартира имеет комнату для прислуги. Как правило, эта комната где-то с хозяйственной стороны, вот, например, в квартире моего мужа и в квартире его брата, в доме моего мужа, у них комната, это находится примерно там, где кухня, потому что, как правило, это называется кама адентру, то есть кровать в доме, это когда служанка живет вместе с тобой, она утром просыпается, она уже там в 5-6 часов утра варит рис, готовит завтрак, что когда ты выходишь, уже завтрак готов. Вот, как правило, живут именно и содержат таких служанок, я не знаю, как это точно называется по-русски, но в целом, то есть для меня это было шокирующе, это очень маленькая комнатка, она где-то в хозяйственной части, и она всегда присутствует в латиноамериканском доме. Теперь давайте поговорим о семье и детях в целом. Во-первых, что меня немножко шокировало и удивило, это то, что бабушки и дедушки не обязаны тебе ни в чем, они просто живут и наслаждаются своей жизнью, то есть как у нас, мы привыкли, что у нас есть дети, и мы их на выходные увозим бабушки с дедушками. Такое в Латинской Америке не прокатит, а в Латинской Америке есть огромное количество помощников, всегда так было, была всегда прислуга в доме, что в принципе вот эти хозяйственные части, да, выполняют няни, остальные, остальные члены вот вашей команды прислуг, что в принципе не сформировалась такая нужда. В России, мне кажется, мы так своих детей сбагриваем к родителям, бабушкам и дедушкам, в смысле, на выходные, просто потому, что нам хочется отдохнуть от детей, то в Латинской Америке у тебя есть штат сотрудников, домашних сотрудников, и нужды такой нет, и поэтому бабушки и дедушки совсем не чувствуют никакой в принципе ответственности и не чувствуют себя должными помогать тебе с детьми. Что касается детей, что мне бросается очень сильно в глаза, это то, что в Латинской Америке есть такая чрезмерная опека над детьми. В России она тоже прослеживается, тоже есть, но как-то в Латинской Америке это немножко необоснованно. Если, например, у нас в России есть холодное время года, да, и, понятное дело, мы не одеваем шапки на детей и носки, потому что реально холодно, то в Латинской Америке в основном везде тепло, и они все равно одевают эти шапки, все равно не одевают эти носки, они что-то делают, они заставляют детей бесконечно кушать. В Латинской Америке это просто какая-то, я не знаю, травма психологическая именно для бабушки или мамы, если ребенок не поел. Что на самом деле для меня это было, ну, удивительным, насколько настойчиво они предлагают еду маленьким детям. Вообще, в целом, у латиноамериканцев есть какая-то проблема с воображением, как мне кажется, потому что, кроме танцев и еды, им кажется, что нет никаких других развлечений, и когда мы начали только встречаться с моим мужем, меня это немножко раздражало. Мне казалось, что можно сходить в музей, можно пойти на какой-нибудь выезд, хайкинг, походить там по природе, полазить по горам, по долам, но ему почему-то все время хотелось только либо кушаем, либо танцуем, и, в общем-то, на этом фантазия заканчивалась. Слава богу, я привила, и, так скажем, не то, что привила, но разожгла этот интерес к жизни у мужа, и сейчас нас объединяют различные хобби интересные, и, в частности, например, также латиноамериканская культура, как утверждает мой муж, они не очень читающая раса. Безусловно, люди есть читающие, я не говорю, что это вот, да, все абсолютно, но вот так вот в целом, если взять нам скидку общее среднее, то люди, в принципе, там очень не совсем читающие, возможно, это связано с уровнем образования, факт остается фактом, латиноамериканцы не читают почти книжки. Но зато в Латинской Америке очень бурная социальная жизнь, и мне кажется, абсолютно все хобби, они променивают именно на эту социальную жизнь, но опять-таки, в своей социальной жизни они что делают? Они кушают, они танцуют, и они, наверное, там сплетничают, разговаривают, в общем. Обязательно, вот, что очень важно в Латинской Америке, они четко следуют правилу, делаю время, а потехе час. То есть, они четко знают, что после работы всегда есть момент, когда ты наслаждаешься жизнью, и это, мне кажется, вообще просто непобедимое качество, которое нет ни у одного другой, ни одной другой национальности, как у латиноамериканцев, что они умеют наслаждаться жизнью, и всем нам нужно этому у них научиться. Также хочется отметить, что латиноамериканцы, они не очень часто путешествуют. Я не знаю, возможно, это связано с тем, что уровень достатка у людей не очень высокий, они, как бы, немножко обособленно, да, находятся от, допустим, Европы, или там, до Азии, но в целом, вот даже, например, мой муж и его друзья, я бы, они, в принципе, всегда были чуть выше среднего достатка, да, кто-то плюс-минус, ну, в общем, люди не бедные, но в целом, почему-то путешествия их не очень сильно привлекают, как-то им, в общем-то, кайфово в своем, вот этом, мыльном пузыре внутри своей страны, внутри своего коллектива, и они довольствуются малыми. Вот, когда я встретилась с мужем, ему на то время уже было 34 года, и он нигде, кроме как в Доминиканской республике, и то его там кто-то пригласил, он не был. И у него был свой ресторан, у него была своя жизнь, у него не было семьи, то есть достаток был достаточно высокий, но просто, он говорит, даже мысли о том, что я хочу путешествовать, не возникало. Это видео я, наверное, подведу уже к концу, мне кажется, и так было очень много интересных фактов. Я очень надеюсь, что это видео было для тебя интересным, не забудь, пожалуйста, поставить лайк, и мы увидимся с тобой в следующих видео. Пока-пока!